Доброе утро! Всем хорошего дня! Я увидела, что у меня на канале появились новые люди. Я хочу вас отблагодарить и сказать спасибо вам большое, что вы пришли ко мне. Я очень рада. Вы знаете, что благодаря вас, конечно, и вашим просмотрам, конечно же, если будут просмотры, конечно же, за эти деньги, я могу помочь людям. Я вам чуть-чуть расскажу про себя. Какая я? Я вспыльчивая, я добрая, но я не люблю, когда людей унижают. Даже если я с этим человеком не разговариваю или этот человек меня обидел, но если я где-то увижу, что этого человека оскорбляют, унижают, конечно же, заступлюсь. Но меня всегда спрашивают, Алина, а почему, например, когда с тобой случается, никто не заступается? Не знаю. Я этого не знаю, но мне нравится, когда, не знаю, я такая, я из детства была такая. Так что, мои хорошие, я не знаю, я спасибо вам говорю за то, что вы пришли, поддержали. Я почитала все ваши комментарии. Конечно, были и те люди, которые против. Конечно, я их тоже понимаю, потому что люди тут как бы поделились на две части, да, но я их тоже понимаю. Но в основном было и хорошее, и поддержали, потому что люди не глупые. Ну, что я могу сказать? Да, но расскажу вам, что, пожалуйста, не трогайте национальность. Там есть люди, которые написали, вы, армяне, привыкли вмешиваться. Не надо такое говорить. Мы, армяне, не то, что привыкли вмешиваться. Просто мы, армяне, не любим, когда унижают людей. Например, я никогда не трогала вашу, в общем, Курбанову, пока она просто в двух своих роликах не унизила девочку мою, Таню. А Таня, если вы хотите знать, с города Ук, в общем, где я и там жила. Поэтому мне обидно. Почему? Зачем трогать? И вообще я не люблю, когда людей трогают. И чтобы вы знали, что я даже не люблю, когда животных трогают, людей. Я никогда не смогу досмотреть ролик, где животного обижают. Вот такой я человек. В общем, я своей жизни прошла очень много. Я видела войну, я видела всё. Ну, скажу, что я осталась всё-таки добрая. Никогда не зайду на канал и не буду грубить, не буду говорить, что страшно я и ещё что-то, пока меня не тронут. В общем, такие дела. А что вам хотела сказать, что насчёт прививки, мои хорошие? Оказывается, ещё говорят, что третья прививка будет. Меня спрашивали, Алина, зачем ты делала прививку? Вот я вам скажу. Потому что я работаю, и люди уже, мои работодатели, начали смотреть на меня уже другими глазами. Потому что они все с прививками. Да, я понимаю, что с прививки тоже можно заразиться. Но говорят, что у них меньшая часть, что могут заболеть сильно. Раз. Второе. Мой муж сделал уже прививку, когда в него уже внесли этот вирус. Понимаете? Что ещё? Но мне уже говорили, даже моя вот бригадирша говорила, Алина, ты в таком месте работаешь, ты людьми общаешься, ты идёшь, ты каждый день с людьми общаешься, и тебе надо сделать прививку. Я, конечно, не хотела делать это. До последнего я хотела отказаться. Но так как у меня астма, да, боялась, не дай бог, если заразиться, то боялась, конечно же, чтобы у меня не было поражений сильно лёгких. Ну, не знаю, мои хорошие, сделала. Да, первый день я упала в панику. Мне плохо не было. Но говорят, что вторая может быть хуже. Но я просто удивила, что ещё, говорят, третья будет. Но я мужу сказала, что я третью не буду делать. Я третью не буду делать. Вот два сделаю, у меня, короче, его пришло обратно. И сообщение, что третья прививка в Файсер мне будут делать 9 августа в 15.30. В общем, ну, да, я скажу, что чуть-чуть паника берёт из-за того, что знаешь, что в твой организм вносит какой-то вирус. А что это за вирус? Это тот вирус, который начинает твой иммунная система, да, познавать этот вирус и начинает с ним бороться, знакомиться. И если, не дай Бог, ты заболеешь, уже знает, как с ним работать. Я вот видела, как мой сын заболел. Слава Богу, что мой сын заболел в лёгкой форме. Но он 10 дней, считай, закрытый в комнате был. Но вчера, я вам скажу, мой сын уже себя хорошо почувствовал. Он, конечно, в маске говорит, мама, можно я хоть уже из комнаты выйду, но я буду в маске. Он сидел в маске, хоть телевизор смотрит, но с нами не кушал. Он поставался у себя в комнате кушать. Но он сделал сюрприз. Я вчера какая-то слабая была, мои хорошие. Не знаю почему, целый день лежала. Но мой сын сделал, как всегда, сюрприз. Что он сделал? Он просто заказал чину и еду. И тут пришло, ну, чтобы я не готовила. Хотя я достала фаш, хотела готовить, с утра встала, хотела уже туалет дезинфектировать, хлоркой помыть. Но когда я увидела эту дырку в туалете, закрыла, конечно, эту дырку с картоном, потому что коты-то любопытные. У меня два кота и собака. А чтоб они не упали в эту дырку. Если упадут, их уже невозможно спасти. У меня настроение упало. Я обратно в постель. Вот так и лежала, короче. Ну, прошла с хлоркой, но ничего не сделала. Обратно легла я. И он заказал еду. И вот это я покушала и обратно легла спать. И после вечера меня попросил один человек подать, чуть помочь. Ну, короче, на еду. Вот это чтоб муж не видел. Ну, зачем, чтоб муж знал. Я пошла быстро, деньги выслали ему. Я вам скажу. Я всего лишь получила три раза с Ютуба деньги. И я себе ничего не купила. Я эти деньги отправила людям. Там люди говорят, а покажи мне чек. О каком чеке вы говорите? Это у меня не чек. Это у меня специальная бумага такая. Когда я иду локаторию, я только отправляю по имени и по фамилии. И какой банк. И даю код. Они идут. И лично отправляю человеку. А я вам не должна показывать чек, потому что вы мне деньги не дали, чтоб я вам еще чек показала. Поняли? Это мои деньги. Я еще сверху добавляю, чтоб людям помочь, а не вам доказывать чем-то. Вот если дай бог когда-нибудь у меня будут подписчики, когда у меня ежемесячно будут каких-то 300 евро, 200 евро капать, мы, конечно, с подписчиками будем делать так, чтобы, например, говорить, Ольга, этот месяц будем помокать 50 евро тому-то. Конечно, вот тогда буду говорить, смотрите, люди, я в этом месяце я вот 50 евро отправила этому человеку. Давайте будем выбирать того, кого, кто действительно нуждается. В еде, например, или в памперсах. Вот так. Могу там показать, кому отправили. А вот так, кому я хочу отправляю, зачем мне вам показать этот, я никому не должна отчитываться. В общем, надеюсь, вы меня поняли. И еще, еще хотела вам сказать, что некоторые люди мне говорят, что якобы Курбанова купила себе подписчика. Вы знаете, что я честный человек, и я вам скажу, что я не знаю, почему, я не верю, что Курбанова купила себе подписчики. Потому что в Ютубе купить подписчиков невыгодно. Это раз. Второе. Я говорю мое мнение. Почему? Если вы говорите по просмотру, почему 80 с чем-то тысяч у нее и просмотры мало, девочки? Ну, потому что сейчас у всех просмотры маленькие. У меня есть люди, которых, представляете, 10 тысяч подписчиков, а у нее просмотры, как у меня, 500-200 просмотров. И я знаю, что она не купила подписчиков. Я сама видела, как этот человек у нее подписывается. У меня есть, например, девушка, которая 20 тысяч подписчиков, а просмотры 3 тысячи, 4 тысячи. Она мне даже сама говорит, да, Алина? Да, я расстраиваюсь, что у меня 20 тысяч подписчиков, а просмотры 3 тысячи. Да. И я вам сейчас скажу, почему насчет подписчиков. Смотрите, где-то год назад я зашла в Ютубе, смотрела такую программу «Купить подписчиков». Вы сами зайдите, посмотрите. Вы знаете, сколько стоит 5 тысяч подписчиков? 5 тысяч подписчиков, сейчас я вам скажу. Ну ладно, 10 тысяч подписчиков, да, стоит, например, там, 500 евро. 20 тысяч подписчиков – тысячу. Ну ладно, тысячу евро – 30 тысяч подписчиков. Вы же хотите сказать, что Наташа купила себе 60 тысяч подписчиков за 2 тысячи евро? И просто скажите мне, пожалуйста, зачем эти подписчики, если они не будут смотреть? Это раз. Второе. Ютуб отписывает их. Почему я говорю? Я знаю девочку, которой она для пробы купила 200 подписчиков. 200? Я не буду говорить, кто. Сколько же она купила? 500, по-моему, или сколько? Она купила 500 подписчиков. И мне из-за 500 подписчиков или 200 подписчиков, вот не помню, заплатила 45 евро. И мне сказала, Алин, давай ты тоже купи. Говорит, у меня уже добавилось столько-то подписчиков. На Ютубе их отписал потихонечку. Сначала пошли на повышение. Начали подписываться. Она мне говорила, Алина, смотри, у меня люди подписываются. Я сказала, да, я не хочу покупать подписчиков. Говорю, потому что я не хочу, чтобы моя кредитная тархета была в Ютубе. Ой, была в таких местах, где покупается что-то. Нет, говорю, я посмотрю, как у тебя дальше. Если что, может быть, я куплю там 500 человек. Ну, дальше. Вот я этого помню, говорила. Это было где-то... Где-то, когда это было? По-моему, в том году, да. А потом начала смотреть за нее, да. И посмотрела потом. Она говорит, Алина, нет, нет, не покупай. Говорит, Ютуб подписывает их. И они не смотрят. Когда она купила первое видео, когда она сняла после покупки, посмотрела тысячу человек. После этого была и гуаль. То есть было то же самое. Поэтому, девочки, бывает такое, что вот людям интересно на кого-то смотреть. Поэтому не знаю. Вот я такой человек, какая я есть. Я правду говорю. Есть где правда, где есть. Не нравится, когда люди кого-то обсуждают, унижают. Я не знаю, почему. Я не вижу, чтобы она заплатила денег и купила подписчика. Может, у вас есть какая-то идея. Может, вы знаете больше, чем я. Но я вам скажу, что я еще спрошу у своего админа. Хорошо? Я сейчас с ним поговорю. И спрошу, возможно ли это. И досниму ролик. И, конечно же, вам скажу. Хорошо? Он хорошо понимает в Ютубе. И сейчас я у него спрошу. И соединюсь через пять минут. Окей? Я сгораю от любви, от любви. Я сгораю от любви, от любви. Я сгораю от любви, от любви. Так, мои хорошие, только что я с ним поговорила и, конечно же, убедилась и пришла к тому же, что ваша Наташа Курбанова не купила никаких подписчиков. Почему? Потому что Ютуб это все замечает. Я думаю, что если бы Наташа купила себе подписчиков, лучше бы она себе купила просмотры. Потому что подписчики это для того, чтобы получить серебряную кнопку. А подписчики это, чтобы получить много денег. Конечно, вы сомневаетесь, потому что у него подписчики выросли, а просмотры нет. Но я вам скажу, если вы думаете, что Наташа Курбанова купила подписчиков, то значит Ютуб рано или поздно забанит. Уберет этих подписчиков. Если вы посмотрите, что за три месяца у Наташи подписчики не падают и канал не забанят, значит Наташа не купила эти подписчики. Вы меня поняли? Вы знаете, что я справедливый человек. Я не люблю врать. Я не люблю... Я такой человек, где кого-то обижают, я заступаюсь, как тигрица. Но я хочу вам тоже сказать правду, что это очень большие деньги купить за месяц 60 тысяч подписчиков. Я вам честно говорю, зайдите сами и посмотрите. Это просто невыгодно зайти и купить бонны подписчиков. Ютуб забанит. Я вам честно говорю. Если Наташин канал через 4 месяца не забанит, значит она не купила подписчиков. Ютуб это смотрит сейчас строго. Вы представляете? Я думаю, что если Наташа купила подписчиков, то канал лучше просмотры бы купила. Я знаю еще человека, который себе купил 12 тысяч подписчиков. И что сделал Ютуб? За одну ночь просто стер этот канал. Так что нельзя. Я думаю, что не стоит покупать 60 тысяч подписчиков. Потому что Ютуб это все проверяет. И еще одна вещь есть. Смотрите. Например, у меня 2000 с чем-то подписчиков. А просмотры еще не доходят. Иногда Ютуб их отписывает. Да, потому что считает, что они у меня нереальные. А потом, когда начинают расти подписчики, Ютуб их резко добавляет. Вот такая еще система у Ютуба. Вот, например, что случилось? Сняла видео про Наташу, да, или там про Самбелла, или про кого-то. Да, у меня раньше, например, были, да, там много подписчиков. У меня были скрытые подписчики. Но всегда я видела, что у меня подписчики больше были. Ну, когда у меня идет мало просмотра, Ютуб их убирает. Потому что каждый раз я говорила даже Тане, Таня, у меня отписка идет, отписка идет, отписка идет. А это все Ютуб подписывает, потому что Ютуб считает, что это нереальные подписчики. А когда уже начинают просмотры, Ютуб говорит, надо вернуть их, потому что это реальные подписчики. Так самым я думаю, что у нее так получилось, не знаю. Потому что у нее, по-моему, есть даже одно видео, где стрельнуло 4 миллиона просмотра. Ну, вот оттуда и пришло подписчиков. Я так думаю. Но я вам скажу честно, что нет, не выгодно покупать подписчики, потому что их Ютуб забанит. Я вам правду говорю. Пощите ваше мнение. Как вы думаете? Почему вы думаете, что она купила? Это не выгодно ли вообще покупать подписчиков? Лучше покупать просмотры, чем подписчиков. И это очень большие деньги. Это очень большие деньги покупать подписчиков. Мои вы хорошие. Это очень большие. В общем, вот такие дела. Любовь моя. Завтра мой сын выходит с карантином. И завтра он должен пойти сделать тест. И я вам, конечно, завтра скажу, что отрицательное или позитивное. Не знаю, я вам скажу. Так что вот я тоже, честно, уже начала нервничать, потому что вот, блин, третья прививка. Вы что, издеваетесь? Мы что? Мы что? Мы что? Мы что? Блин, эти кролики для опыта. Я не буду делать третью. Два хватит. В общем, только что мне позвонили с этого, из больницы, спросили, как я себя чувствую. Я сказала, что хорошо. В общем, вот так. Девочки, последняя неделя я иду в отпуск. Я хочу первый же день. Не первый день. Это как у меня 9 числа, вторая вакцина. Ладно, ладно. Хочу к Тане поехать. Таню увидеть. Ладно, потом поговорим об этом. Я вас всех люблю. И спасибо за новым подписчикам. Я вас всех люблю. Ну, справедливый я человек. Я праведливый человек. Ну, такая яра. Я вас всех люблю. Чо-но, 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 чо-но.